Здравствуйте! Мне 15 лет. Смотрю ваши ролики. Я хочу вас спросить, когда мне нужно посещать гинеколога? Мама пока не говорила мне о посещении, но я сама немного стесняюсь, можно сказать боюсь. И можете сказать, как происходит осмотр у гинеколога девушек моего возраста? Спасибо. Вот такой вопрос, очень, так сказать, скромный и приятный. Ответ здесь будет такой. Второй. Если ваша мама не видит, зачем вас отвезти к гинекологу в 15 лет, не видит этой причины, я так думаю, что здесь может быть две причины. Мама вряд ли за вами не наблюдает, мама вряд ли не видит, как вы развиваетесь и как вы живете. И если с точки зрения мамы у вас все нормально, то есть регулярный менструальный цикл, вторичные половые признаки развиты нормально, то есть есть оволосения на лотке, подмышленных впадинах, развита грудь, и вы в принципе похожи на девушку, то с маминой точки зрения вы не живете половой жизнью, то у мамы нет причин вести вас к гинекологу, с маминой точки зрения у вас все нормально. Если у вас есть какие-то сомнения в себе, допустим, месячные идут нерегулярно, грудь не растет, или какие-то выделения постоянно вас беспокоят, хотя вы девственница, или там еще какой-то момент, или, допустим, вы собираетесь начать половую жизнь, и у вас есть претенденты, и уже практически все на мази, но вы в опасениях, а как предохраняться, а как это будет, и что и как, тогда вам надо посетить гинеколога. Если вам трудно это обсудить с мамой, ну, допустим, мама, ну, по каким-то причинам недоступна, или очень строгая такая, вам кажется, что сейчас мама спросит просто, вот, мам, мне 15 лет, я, конечно, не взрослая женщина, но я же как-то развиваюсь, но надо же, чтобы кто-то официально посмотрел и сказал, правильно ли я развиваюсь, ну, давай сходим, пусть доктор нам скажет, то это будет, конечно, такой адекватный разговор, и достаточно взрослый с вашей стороны, но если, ну, как, ну, совсем-совсем вы маму стесняетесь, а очень хочется ходить к гинекологу, попробуйте поговорить с какой-нибудь родственницей постарше, может быть, у вас есть какая-то тетя или крестная, как правило, со стороны не прямых родственников, вот именно всякие тети, старшая сестра или крестная, это воспринимается очень позитивно, потому что понятно, что как-то с мамой напрямую стремно говорить на эту тему, а вот с тетей поговорить можно, и тетя в этих вопросах видит то, что не видит мама, и тетя и отведет к гинекологу, и вас поймет, и даже даст совет. Если у вас тетей нету, мне очень нравится рассказ у Надежды Тефи, один, где там есть такое выражение, не знаю, как эти так русские устраиваются, что у них тетей нету, так вот, если у вас тетей нету, и обратиться некому, и мама выглядит недоступно, то тогда идите на прием сами. Как это сделать? Во всех детских поликлиниках в нашей стране есть штатная единица гинеколога, она укомплектована всегда, всегда. Если вдруг в вашей поликлинике, ну нету гинеколога, то уточните у своего педиатра. Я хочу пойти к гинекологу, как мне это сделать? Педиатр обязан, обязан дать вам направление, если своего гинеколога нет, он даст вам направление к какому-то гинекологу на стороне, это может быть взрослый гинеколог, поверьте мне, они одинаковые, или в этой же поликлинике, или куда-то даст вам направление. Дальше вы пришли к гинекологу, что вам там делать с гинекологом? Ничего. Вот то, что я вам сейчас сказала, прям запишите себе в столбик и будете спрашивать. Первое. Нормальный ли у меня менструальный цикл? Второе. Достаточно ли у меня развита грудь? Не надо ли мне ничего с собой делать для того, чтобы лучше это развить? Или, может быть, у меня все нормально протекает? Я хочу от вас, доктор, услышать, нормально все со мной или нет. Если нормально, пойду дальше учиться в школе или в колледже, как и училась, и никаких больше вопросов нет. Если есть вопросы, а, нерегулярный менструальный цикл, б, есть какие-то выделения, в, или вы собираетесь жить половой жизнью, не знаете, как предохраняться от беременности, и от инфекции, передаваемых половым путем, вот эти четыре позиции, вы их обязательно обсуждаете с врачом. Делать это надо без мамы, без тети, без крестной, без старшей сестры. Мама, тетя, крестная, старшая сестра привели вас к кабинету и сидят на стульчике, культурно ждут. А вы зашли к врачу с блокнотиком и очень ответственно, как взрослая девушка. Все у врача спрашиваете, все записываете. Вот так это и будет выглядеть. Насчет осмотра на кресле. Если вы девственница, никто вас насильно смотреть не будет, и никуда ничего вставлять, ни руку, ни кресло, ни руку, ни зеркало гинекологическое, никакой влагалищи, если вы девственница, не будет, конечно, без нужды. Врач может ограничиться осмотром УЗИ через животик, посмотрит вам матку. Врач с вами поговорит, если цикл регулярный и грудь развита нормально, скорее всего, у вас все нормально. То есть насильно вас лишать девственности и каким-то образом издеваться на кресле никто с вами не будет. Хотя, согласно, первый раз, возможно, это страшно. Ну и напоследок вам скажу, что в самых экстремальных случаях, допустим, простыли, там у вас яичники болят, и идет какая-то такая сложная дифференциальная диагностика, то ли это яичник, то ли это аппендицит и так далее, то ли это операция, то ли это стационар другого рода, то ли что с вами делать, то максимум, что могут с вами сделать на кресле, это посмотреть через прямую кишку. То есть точно так же, как во влагалище вводится пальчик женский, так и в прямую кишку врач может вести пальчик и осуществить вот эту вот пальпацию, только не через влагалище, потому что вы девственница. Врачи очень лояльно относятся к девственности, всегда это оберегают, даже больше, чем сами пациенты. А через попку пальчик вазелина мажется в перчатке, это не больно, и также точно вот смотрится эта пальпация, где болит, что болит, нормально ли там яичник и так далее. Все это доступно для врача, все это выполнимо, все это не страшно, не больно и не стыдно. О своем здоровье заботиться не стыдно. Вопросы, которые вам не ясны прояснять, не стыдно. К врачу пойти не просто не стыдно, а правильно будет, если вы пойдете. Поэтому я вам желаю преодолеть в себе всякие там страхи, комплексы, дискомфорты, а пойти к врачу и все свои вопросы решить. А сейчас пока! Пока!